Всем привет, с вами Gimlet, и мы продолжаем играть в игрушку Heroes of the Storm от компании Blizzard. И сегодня наш главный герой будет ETC или ETK, не знаю как его правильнее назвать. Будем играть, как обычно, против искусственного интеллекта. И начнём. Есть куют металл! Именно. Команда быстро нашлась, хорошо. Итак, добро пожаловать на Небесный Храм. Увидимся после загрузки. Итак, мы прогрузились. Нас тут гоблин. Пойдём его сразу убьём. Так, заодно будем вспоминать, как вообще за него играть, потому что, честно говоря, я очень давно за него не играл, и произошло очень много с ним изменений, но я смотрю, большая часть осталась прежней. У нас тут тайкусы всякие. Так, куда мне лучше пойти? Давайте пойду на цену. На цену треновую. Давайте пойду с новой. Потому что загара должна справиться сама. Ну и что, приду на помощь. А теперь, 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 теперь. Теперь что выберем? Тайкус это неприятно. Это много урона. Давайте выберем блок. Это мой стиль. Это точно. И, блин, надо взять точку. Сейчас посмотрим, если будет вдвоём. Блин, надо тайкусу, на самом деле, наверх пойти. Эй! Никто помочь не хочет! Так, что мы умеем делать? Мы умеем, на самом деле, очень много делать и очень хорошие вещи делать. Мы можем подхиливаться и, заодно, по-моему, в дальнейшем подхиливать других. Это третьей способностью. Тайкус, помоги, пожалуйста. Что помочь не хочет? Дважды можешь не повторять. Да, у тебя есть. Ладно, я иду сюда. Объясни, выйдешь. Иду, 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 иду. Ладно, будем сражаться на два фронта. Хотя, это, на самом деле, очень плохо. Так, давайте, давайте. Ах, ты ж, Фолстат. Ах, ты летающий. Я не знаю, называть его этим словом или нет. Так, сейчас сможем, на самом деле, пользоваться... Стражей, не подпускайте гнув этих... Каблана. Можно пользоваться вот этими статуями, но желательно первые секунды... Так, первые секунды зайти первым фронтам. Так, дальше... Действует... Па-па-па... Па-па-па-па... Тя-тя-тя... Я прям все прочитал. Но сейчас как-то не до этого. Сейчас тайкус должен умереть. Нет, он не умрет. Жаль. Так, надо сейчас прочитать, когда все закончится. Потому что сейчас я иначе возьму что-то не очень интересное. Надо все-таки взять действительно что-то стоящее. Вот Соня приперлась еще. Соня, иди, пожалуйста, отсюда. Не мешай нам. Отлично. Ну, могу сказать, что команда попалась вполне как-то себе. Хорошая. Просто бывает разы, когда, ну, просто совсем печаль. Тогда, конечно, все плохо. Тогда я так ругаюсь, напрягаюсь. Так, пожалуйста, тайкус. Я, конечно, понимаю, что ты меня передамажишь. Но я тебя хотя бы побью чуть-чуть. Давайте вернемся и быстренько почитаем. Увеличивает ширину и скорость выполнения рывка. Нет? Да, это больше... Так. Действует дольше. Чего оно делает вообще? Преиспоинт. Та-та-та-та-та. Скорость атаки. О, прикольно. Ой. Так, я иду к Назиде. А-а-а. Чего там еще? Под действием руками. Ладно, так. Скорость, время, становясь способности. Так. Больше урона целям. Блин, все такое вкусное и одновременно невкусное. Чего мне вообще сейчас надо? Чего я сейчас делаю? Я сейчас, в принципе, ничего из этого не делаю почти. Так, больше урона целям. Недавно пораженным рывком. Сокращает время восстановления способностей на 4 секунды. Когда вынос мозга поражает не менее трех целей. На самом деле, увеличивает время под действием урока. Вот эта мана на применение способностей уменьшается. На самом деле, вкусное. Давайте последнюю возьму. Так, пока я там все это вкусное выбирал, уже там бюро не прошел. Так, и там уже союзники, уже все изменилось. И помните, я говорил когда-то давно, что прежде чем воевать, пожалуйста, изучите свои таланты заранее. Вот наглядный пример того, что будет, если вы не изучите свои таланты заранее. У вас будет полный кавардак. Не будете вот так же, как я, стоять, такие... Эээ, что ты это такое? Затем я ее только-то выпихну. Ладно. А, пока автоатаки. Восполняет ему здоровье, уменьшает время действия. Ага-ага. Давайте что-то будем делать. Восполнять здоровье. Да, вообще. Вот, я думаю, это одна из хороших способностей. Так, идите отсюда. Блин, я опять его выпихну. А, вот, вот это вот. Это вот веселые способности на самом деле. А, че я тут бегаю? Блин, я больше отвлекаюсь на выбор способностей, чем на игру. С другой стороны, это клево. Смотрите, можно... Можно играть не отвлекаясь. Дальше. Прыжок со сцены очень поможет. Но при этом, так же хорош... Мож вот эта вот штучка первая. Она оглушает всех, кто попадает в этот круг. Я лично нашу новую убили. Но, так же, вот эта вот способность, она повторяется после гибели данного персонажа. Данного героя. Поэтому, не знаю. Давайте возьмем прыжок со сцены, потому что он более мобильный. Мы сможем в нужный момент оказываться в нужном месте. Мне кажется, это, по крайней мере, в данном случае может пригодиться. Заодно это будет оглушать цель. Давайте, хилец. Я думаю, для начинающих, и не только для начинающих, ЕТК очень подойдет. А начинающий его сможет даже приобрести. Почему? Потому что он стоит всего 2000 золота. А это не столь много усилий требует, чтобы все это получить. То есть, вы там, грубо говоря, прокачаете свой профиль, и вам это все вручат. Все это золото, которое требуется. Поэтому не стоит думать, что 2000 золота, да ты стубу рук, ну, там его копить-перекопить. Нет, его накопить в первых этапах очень-очень просто. Поэтому ЕТК, если вы хотите танчить, если вы любите говядинку, которая играет металл, я думаю, ЕТС, ваш выбор, или ЕТК. Хэви металл. Так, давайте, соло награды и стрелять находящихся рядом союзников. То есть, смотрите, если мы возьмем эту способность, мы можем даже подхиливать. В данном случае у нас вообще нет хила, поэтому, возможно, это пригодится. Либо мы можем замедлить противников, это тоже очень хорошо. Уменьшает получать... Так, подожди, я тут дерусь и читаю. Уйди, пожалуйста. По крайней мере, мне этот герой это позволяет делать. Так, 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 так. Так, время уменьшает получаемый урон. Это на самом деле тоже хорошая способность, но в нашем случае, по-моему, она не нужна. Поэтому, ну, щит, понятно, уменьшает урон. Ммм, давайте что, давайте исцелять или замедлять? Как вы там? Стоит, наверное, их исцелять. Давайте будем исцелять. Так бы я, конечно, наверное, все-таки взял, замедлял. Так, ладно. Будем такими хиллер... Танко-хиллерами. Это очень хорошее сочетание, потому что мы довольно-таки крепкие. Плюс мы можем подхиливать. Давай я ищу. Разочки у него тоже хорошие. А еще он умеет петь белые розы, если на него много-много раз тыкнуть. Можете проверить. Он вам споет. Белые розы, белые розы. Я не успеваю, я только выберу талант. Уже нужен новый. Так, ну, смотрите. Фаустат нас сильно не повредил. Потому что мы танк. А давайте посмотрим, что здесь произошло. Скорость передвижения. Зошибис. Спасонного... Урон по области. После использования базовый или геройский способ выпускает две звуковые волны, наносящие... Нифига себе. А это интересно. Так, после... После... На земле остается звуковая колонка. А, это я помню. Это очень хорошая штучка. Да, давайте я пойду. Хотя бы что-нибудь сделаю, а то я тут куда думаю. Ну, автоатаки очень хорошо против валы, если вы воюете, либо... Или да, на того же. Ну, герой, у кого много автоатаки. Мясника. Буч. Мой любимый буч. Так, давайте я пойду сюда. Я сейчас, наверное, как валенок выгляжу. Я хочу посмотреть на эту способность. Ее раньше не было. Вот честно. Очень интересно. Она может быть сильной даже. Две волны с уроном. Очень-очень нужно. А что надо перед этим сделать? Базовых. А, то есть, я применяю любую способность, и происходит веселушка. Отлично. Так. О, смотрите. Ах, он далеко был. Я хотел сказать, смотрите, сейчас я его похилю. А где волны? Так. Ну-ка, дойди сюда поближе. О, не, какие-то волны идут. Я думал, они будут ярче выражены. Так, на тебе похилку. О, похилился. Смотри. Как-то мгновенно отхил идет. Я думал, у него... Так, смотри. Оп. Почему не показывать, сколько я похилю. Тем временем, наши храмы уничтожили вражескую цитадель. Вот такие вот дела. Неожиданно. Во-первых... Так, сейчас подведем итоги. Отлично. Вот мы прогрузились. Что могу сказать, или подвести итоги? ЕТК очень хороший герой. Он, во-первых, может стать мобильным. Он достаточно универсальный. Он даже похилить может. У него хороший контроль, если вкачать. Ну, и вообще вот такой весь замечательный. И, что очень важно, он доступный. То есть, он дешевый. Всего 2000 золота стоит. Его можно купить в самом начале и радоваться жизни. Еще один фактор, который, по крайней мере, сейчас помог, это нормальные союзники. Ну, как можно это... Выразить. Потому что, если союзники ужасны, то вам придется очень сильно напрягаться. И вот так, как я сейчас ходил и читал таланты, вам просто не будет времени. Но натанчил 12,5 тысяч. Кстати, вот отхил мне уже не показывает, который я хилил, потому что я танком являюсь. Доля опыта моя ма-сенькая. Ой, Загара, молодец. Ну, в общем, вот такие вот... Вот такие вот дела. Поэтому, кому понравился герой, можете его посмотреть. Можете попробовать перед тем, как купить. Но я, например, рекомендую для начала его. Я думаю, вам понравится. А на этом я тогда закончу. Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Посещайте сайт воплгром и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.